Знаете, я бы хотел бы тоже... Здравствуйте, дорогие наши слушатели, дорогие наши телезрители! Еще раз приветствую Церковь Иисуса Христа! Если у вас появляются какие-то во время служения или во время чтения Слова Божьего, во время общения, какие-то вопросы, не стесняйтесь их задавать, пишите записки, можно перед служением подойти и отдать эту записку, можно после служения подойти и отдать эту записку. Поэтому мы будем стараться отвечать. Не я один о том, что у нас есть уже в Церкви учитель библейский, у нас есть зиаконы, у нас есть служители, у нас евангелисты, рукоположенные служители, которые... Ну, просто мы можем постараться, по крайней мере, ответить на все насущные вопросы, чтобы был у нас в Церкви диалог, просто какая-то ясность о том, что мне непонятно место из Писания. Задал вопрос, проповедник ответил. Это очень хорошо, это приветствуется. Если есть какая-то молитвенная нужда, желательно где-то хотя бы за 10-15 минут прийти в Церковь, отдать опять же записку, на которой написано подробно, в чем состоит ваша молитвенная просьба, за кого-то помолиться за исцеление, какая-то финансовая нужда и так далее и подобное. И мы всей Церкви будем за эту нужду молиться, потому что молитвенная, знаете, вот на самом деле поддержка кому-то нужна. В этом власть Церкви, что когда мы молимся в молитве согласия, Бог, Он всегда отвечает, Он всегда слышит нас. Я сегодня хотел бы еще раз поздравить, ну, на этой неделе у нас здесь, в Болгарии, был праздник славянской письменности, да, я хотел бы, чтобы вот на экране буквально показали, потому что, ну, лично меня кириллица, она очень восхищает, потому что эта азбука была составлена для того, чтобы нанести целенаправленно священное писание, которое в те времена было написано в основном только на... Ветхий Завет был написан на Древнеарамейском, на Древнееврейском, Новый Завет был написан на Древнегреческом, большинство людей, конечно, было вообще или неграмотным, или не понимали, понятно, что эти языки. Кирилл и Мефодий создали кириллица для того, чтобы перевести или с латинского языка, или с древнегреческого, или с древнееврейского языка на старославянский язык. Ну, вы знаете, вот здесь закодировано буквально послание Бога к людям. Я хотел бы просто прочитать быстренько, что в этом послании заключено, потому что здесь закодировано буквально, то есть можно читать по горизонтали, можно читать по вертикали, вот так, построчно, и можно читать даже по диагонали. То есть насколько продуманная вот эта азбука, насколько она глубоко пропитана личностью Иисус Христа Богом, нам очень важно, христианам, об этом знать. То есть мы с вами говорим на христианском языке. Расшифровка кириллицы. Первая строка, вы можете меня даже проверять, но это уже перевод на современный русский язык, чтобы было вам понятно. Первая строка звучит, это первая горизонтальная строчка. «Я Бога знаю», то есть там буквально звучит «Аз», «Боги», «Веди», глаголе «Добро» и «Есть», «Есим». «Я Бога знаю», «Говорю добро», «Значит, я существую». Вторая строка, «Жизнь обильна на земле, когда истина вселенская в общине от Бога», то есть в церкви. «Жизнь обильна на земле, когда истина вселенская в церкви от Бога». Третья страха, «Для всех мыслящих людей только Он, Бог, изрекает покой». Четвертая строка, «Слово, утвержденное свыше, призывает уверенно держаться, устоив мудрости, добра для завершения пути, прихода в гармонию для нового начала». Пятая строка, «Защита границ нашей земли и рост обеспечивают Божие покровительство и наше единство». Шестая строка, «Смотреть как глубоко». «Гармоничное развитие и потенциал роста моего рода и меня, как его части, зависят от всевышнего источника и истории рода». Седьмая строка, последняя, «Смысл жизни в стремлении совершенствовать дух и душу до полного возревания в совершенную личность вечности». Представляете, насколько глубоко переводят или толкуют, или зашифровали Кирилл и Мефодий. Теперь мы читаем столбы уже по вертикали. Первый столбец. «Смысл жизни в стремлении...» Ой, так, первый столбец. «Моя жизнь, как мысль, облеченная звук, стремящаяся к гармонии, мельчайшая частица разума во Вселенной». Ну, прямо вся философия небес, заключенного в этой одной строке. Второй столбец. «Бог создает вокруг людей твердую границу и направляет их к самосовершенствованию». Третий. «Знание земли и размышления о нем призывает покой на дух нашего рода». Четвертый столб по вертикали. «Говорить истину – наша традиция, наша защита, часть нашей души». Пятый столб. «Благо Вселенной в том, что Бог Творец уверенно и твердо творит рост всего для полного возревания семени». Шестой. «Суть бытия человеческого общества в мире – покоя, равновесия, гармонии, единстве от Всевышнего Источника к совершенной душе». И седьмой, последний столб. «Существующий небесный источник приносит в наш мир и начало всего, и рост всего, и опыт людей во времени». И теперь мы можем прочитать по диагонали, по диагонали в ту и в другую сторону, вместе. «Я много размышляю, и основание моего творчества – Всевышний источник навсегда». «Я много размышляю, и основание моего творчества – Всевышний источник навсегда». Это целая проповедь. Послание в Кириллице. Кто-нибудь об этом знал, поднимите руки. Я знал, что есть шифровка Кириллицы, но я читал чисто по горизонтали. Я не знал, что есть, оказывается, смысл, когда читаешь по вертикали, и совершенно не знал для меня. Сегодня утром это оказалось новостью, что можно даже читать по диагонали. И во всем есть колоссальный глубинный смысл, колоссальное послание к нам, от Бога к нам, человека. Поэтому еще раз поздравляю с этим великим праздником, с тем великим языком, на котором мы с вами говорим. Да, мы языки говорим. Славянские нации, все славянские нации говорят на славянском великом языке. И в этом есть на самом деле величие. Что мы можем знать о том, что в каждой буковке Кириллицы сокрыт глубочайший смысл послания. Давайте мы коротко помолимся, чтобы Бог благословил наши сердца, чтобы наши сердца были всегда плодородной почвой для того семени, которая сеется каждый раз, каждое воскресенье. Для того, чтобы нам чувствовать Духа Святого каждый раз, принимать его послание, чтобы Слово Божие, Писание было для нас открытой книгой, Господь. Слава Тебе, всемогущий Бог, мы призываем Тебя на это место. Ты обещал, что там, где двое, хотя бы двое или хотя бы трое соберутся во имя Твое, придут к Тебе, там Ты уже среди нас пребываешь. Ты уже внутри нас, всемогущий Бог. Мы призываем Твою славу, Твой престол, престол благодати. Спасибо Тебе за то, что Ты и сегодня говоришь глаголы вечной жизни, через которые оживает душа моя, через которую мой дух входит всегда, каждый раз в поклонение, прославление, восхваление, Господь. Твоей славы, Твоего величия. Ты воистину самый чудный, димный, достославный. Ты творец вечности. Ты нас прекрасно сотворил. Ты сотворил нас для того, чтобы нам иметь общение с Тобой. От создания мира у Тебя был план создать сущность, которая была бы равна Тебе. И этот план был еще в Едемском саду. Ты пытался, но человек тогда не устоял. Но Ты послал Сына Своего Единородного, чтобы восстановить это равенство. Потому что в Иисусе Кресте мы возвращаем в Себе равенство всемогущему Богу. Потому что мы сотворены по образу и подобию Твоему. И Твой Дух Божий, через Иисуса Христа, Он обитает в нас. И Ты, Божий, сказал, что мы есть храм всемогущего Бога, и Дух Божий обитает в нас. Спасибо Тебе, Господь, за то, что Иисус Христос не почитал хищением быть равным Тебе. Так написано. И мы во Христе Иисусе также приравнены, Господь, в Твоей славе. Ты ожидаешь чего-то от нас. Ты ожидаешь, когда мы войдем в Твое призвание. Ты нас призвал. Потому что Ты нас, Господь, предусмотрел. Ты нас предызбрал, как написано, Господь. Ты нас восстановил. Ты нас восставил. Ты высадил нас на троне, Господь, так написано, Господь. Наше жительство на небесах. Аллилуйя. Ты даровал нам вечную жизнь. Тебе за все слава, честь и хвала, и величие. Во имя нашего Господа Иисуса Христа. Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. И народ Божий скажет Аминь. Давайте мы прославим нашего Иисуса Христа.